Бисмаллаху, الحمد لله, салату ассалама على رسول الله وعلى آله и уахсабе, ومن ولا مبعد الحديث السابع السابعون, 77 хадис в нашей книге آن ابي هرير, رضي الله عنه, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Приходит от абу هرير о том, что посланник الله صلى الله عليه وسلم сказал إِلَا صَلَّهَا حَدُكُمْ لِنَّاسِي فَلْيُحَفِّفْ Если один из вас совершает намаз с людьми, то есть будучи имамом, то пусть облегчает его людям Потому что поясни, среди них есть слабые люди, а также есть больные, а также есть люди, у которых есть определенная нужда. То есть им необходимо уйти или выйти, или идти на работу, или еще что-либо. А если один из вас совершает намаз самим собой, то есть для самого себя, так что за ним никого нет, в одиночестве дома, то пусть удлиняет сколько хочет. Этот хадис приходит у Бухарии муслима. Аль-Хадис Ас-Самину Ас-Саб'ун, говорит 78-й хадис книги. Аль-Абимас'уд Аль-Ансари Аль-Бадри, разъя Аллаху ану, قال. Приходит Адабу Мас'уда Аль-Ансари Аль-Бадри о том, что он сказал. Однажды один человек подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алию саллама, и сказал. Я отстаю от намаза фаджр, то есть прихожу к нему запоздало, намеренно. Почему? Минаджли фулянин. Из-за одного из имамов, которые ведут с нами намаз. И они, или этот человек, он удлиняет намаз фаджр. Из-за этого я опаздываю, прихожу только в конце, чтобы мне не было тяжело совершение намаза фаджр. Говорит Абумас'уд Аль-Ансари, и я не видел, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алию саллама, гневался когда-либо, во время произнесения проповеди, так сильно, как он гневался в этот день. И сказал, о люди, поистине среди вас есть те, которые мунафферин, то есть отталкивают людей от религии. Тот из вас, который амманнаса, то есть является имамом для людей в намазе, то пусть он сокращает этот намаз. Потому что за ним стоят люди пожилые, а также, наоборот, дети, и те, у которых есть нужда. Этот хадис приходит у Бухари и муслима. Какой вообще смысл этих хадисов? Говорит шейх Абдулла Аль-Бассам, этот шариат пришел с легкостью и с облегчением. И удаляет этот шариат от себя Аль-Анат, то есть различные затруднения Аль-Харач, то же самое похожее слово. Поэтому, говорит пророк, приказал имаму облегчать намаз, который является одним из самых великих видов подчинения Всевышнему Аллаху. То есть, несмотря на то, что это один из самых великих видов поклонения, пророк приказал его облегчать и совершать его короче. Для того, чтобы этот намаз стал легче для тех, которые стоят за имамом. Так, чтобы они выходили из намаза, и у них по-прежнему есть стремление этот намаз совершать. То есть, что значит, когда, например, человек выходит из-за стола, выходит с легким чувством недоедания. Так, что если бы ему преподнесли что-то из-за еще, он бы поел. То же самое здесь. Выходит из намаза с легким чувством того, что ему что-то не хватило из намаза. Так, что если бы имам удлинил немного, то он был бы этому рад. Говорит у Аль-Анна фельма мумина ман лаю тык аттатуиль. А также потому, что среди тех, которые стоят за имамом, есть те, которые не способны совершать долгий намаз. Имма ли аджзихи ау марадыги ау хаджатихи. Либо из-за своей неспособности, или из-за своей болезни, или из-за своей нужды. То есть ему необходимо уйти для решения какого-то вопроса. А если человек совершает намаз в одиночестве, то пусть удлиняет этот намаз сколько хочет. Потому что этим самым он не наносит вреда кому-либо. И по причине того, что пророк не любил удлинять намаз людям, таким удлинением, которое наносит вред людям, или удерживает их от решения их жизненных бытовых проблем и вопросов. Это то, что однажды, когда один человек пришел к нему, то есть к пророку, и сообщил ему о том, что он запаздывает намеренно на намаз утренний с коллективом. Из-за одного из имамов, которые проводят утренний намаз, и слишком удлиняет его. Говорит пророк, разогневался сильным гневом. И сказал, поясни, из вас есть люди, которые отталкивают людей от подчинения Аллаху. И делает для людей намаз ненавистным. И усложняет его для людей. Поэтому тот из вас, который является имамом для людей, то пусть сокращает намаз. Потому что среди них есть те, которые не способны на долгое выстаивание намаза, и есть те, у которых есть определенная нужда для разрешения бытовых вопросов. Ихтиллафуль улема говорит, какие разногласия есть у ученых относительно этих вопросов, которые есть в этих хадисах. Говорит шейх Абдулла Аль-Бассам. И есть, говорит, достоверные хадисы, которые описывают намаз пророка, салаллаху аль-салям. И в них приходит то, что намаз пророка, салаллаху аль-саляма, совершал долго. То есть, в некоторых хадисах приходит то, что пророк, салаллаху аль-салям, иногда давал тагбир на намаз зугар. Давал тагбир на намаз зугар, то есть, начинал намаз, входил в него. И кто-то из людей мог по нужде выйти из мечети и отправиться к чему? К кладбищу Аль-Бассам, который находится на определенном расстоянии от мечети. То есть, не так далеко от мечети, но все равно идти прилично. Говорит, один из людей выходил из мечети после тагбир от уль-салям, шел до этой местности, то есть, до кладбища, справлял там нужду. Затем возвращался обратно в мечеть, брал малое омовение. И при этом, все еще, пророк, салаллаху аль-салям, стоял на первом ракаате. Так что, этот человек застигал этот первый ракаат. То есть, это совершение намаза длинным образом или не длинным. То есть, большое, длинное совершение первого ракаата из намаза зугар. И приходит в других хадисах то, что пророк, салаллаху аль-салям, в некоторых из обязательных намазов читал длинные суры. Как, например, суры Аль-Бакара, а также суры Аль-Ниса, а также суры Аль-Араф. То есть, приходит в одном из хадисов то, что пророк, салаллаху аль-салям, в течение двух ракаатов намаза Магреб прочитал всю суры Аль-Араф. То есть, большая сура из Кур'ана. И читал длинные суры из раздела Кур'ана, которые называются Аль-Муфассаль. Такие суры, как Аль-Каф, а также сура Аль-Тур и подобные им. То есть, пришло в одном из хадисов Джубейра ибн Мутхима о том, что пророк, салаллаху аль-салям, читал в намазе Магреб суры Тур. Сура Тур, как известно, более двух страниц. То есть, довольно большая сура. И говорит, вместе с тем, что есть другие достоверные хадисы, которые, наоборот, побуждают к чему? К облегчению намаза и к его сокращению. Из этих хадисов, вот эти два хадиса, которые у нас в главе, под 77-78 номерами. Также из хадисов пришло то, что пророк, салаллаху аль-салям, в некоторых намазах читал суру Кур'ана, и в некоторых суру Аль-Каф, и подобные этому суры. То есть, пришли противоположные хадисы. Теперь наоборот, что пророк, салаллаху аль-салям, совершал намазы укороченным образом. Более того, побуждал к этому имамов. Говорит, и люди, соответственно, следуя за различными этими доводами, разногласят. Некоторые говорят, что намазы необходимо совершать длинным образом, следуя за первой группой хадисов. А некоторые из людей, наоборот, считают, что намазы необходимо совершать тратким образом, следуя за теми доводами, которые есть относительно этого. Говорит, и истина в том, что между этими хадисами нет никакого противоречия. И хвала в этом Аллаху. Наоборот, все эти хадисы едины. Ну, ответ на это какой? То есть, как собрать между этими хадисами? То, что тахфиф и татуиль, то есть, облегчение и, наоборот, удлинение намазов, амран, низбиян. Это вещь низби. То есть, какая? Как понять низби? Имеется в виду относительная вещь. То есть, одно и то же дело можно назвать длинным с одной стороны и можно назвать коротким с другой стороны. То есть, неправильно сказать, что есть какая-то граница конкретная. Что значит короткий намаз, а что значит длинный намаз. Потому что люди относительно этого, то есть, сильно различны. То есть, кому-то кажется, что этот намаз короткий, а кому-то кажется, что этот намаз слишком длинный. То есть, клюющий. Те, которые клюют в намазе, имеется в виду те, которые любят совершать намаз быстро, подобно тому, как петух клюет зерно, не чувствуя смирение в намазе, не удлиняя земные и поясные поклоны и тому подобное, то он считает, что намаз средний является длинным. А те, которые любят подчиняться Аллаху и совершать поклонение должным образом, наоборот, считают, что этот средний намаз является каким? Слишком коротким. И его необходимо удлинить. То есть, к чему возвращается дело? Говорит Фальерджи, Поэтому необходимо возвращаться к хадисам пророка, а также к изучению его положений и его намазов. И необходимо превращать или притворять в жизнь и те хадисы, и эти. То есть, собирать между этими и этими. И тогда человеку станет ясна истина. И упомянул имама Сан'ани, То, что пророк удлинял иногда намаз, зная о положении тех, которые стоят за ним. А то, что приказ облегчать намаз и сокращать его, касается этой общины частности. То есть, как это понять? То есть, если человек стоит имамом и знает, что за ним, например, 5-6 человек только лишь. И все они из людей, которые любят поклонение и любят длинный намаз и совершение его длинным образом. Тогда нет здесь проблем удлинить этот намаз. Но если он видит, что наоборот, за ним большое количество людей. Среди них есть пожилые, есть дети, есть люди какие, у которых есть свои проблемы. Есть люди больные и тому подобное. Тогда необходимо намаз сокращать. То есть, это возвращается к тому, кто стоит за имамом. Если за имамом стоят люди, которые не будут оспаривать длинный намаз, тогда необходимо проводить намаз длинно. Длинно. Действуя по хадисам пророка, который мы зачитывали ранее. И, соответственно, наоборот, тогда считается, что намаз короткий. Что берется из этих двух хадисов? Говорит, во-первых, обязанность имама, чтобы он сокращал намаз, если за ним стоит коллектив. Но это вместе с тем, что он должен совершать намаз должным образом. То есть, сокращение намаза не означает, что он читает фатиху так, что те, которые стоят за ним, не успевают прочитать даже одного или двух аятов. Или совершает поясной поклон так, что люди не успевают произнести в нем необходимых азгаров и тому подобное. Как происходит в некоторых мечетях. То есть, только делает тагбират или храм, только начинает читать с фатиха, имам уже уходит куда? В поясной поклон. То есть, даже некоторые не успевают прочитать одного или двух аятов. Это не называется выполнение приказа пророка, салаллаху алисаляма, об облегчении намаза. Но это называется облегчение намаза, перегибая палку в этом. Так что намаз является неполноценным, совершенным, недолжным образом. Говорит второе. Указание на то, что пророк, салаллаху алисаляма, гневался на тех, которые усложняют религию людям. И он считал это за смуту. Третье. Указание на то, что если человек совершает намаз в одиночестве, то он может удлинять его настолько, насколько пожелает. Но ставится одно лишь условие, чтобы удлинение намаза не привело человека к тому, что он выведет его из его времени. Говорит. То есть так, что время намаза уже вышло, а человек продолжает оставаться в намазе. Это для того, чтобы не произошло столкновение того блага, которое происходит от того, что человек совершает намаз долго. И это является одним из тех факторов, которые дополняют намаз. С чем? С вредом от этого, от того, что человек выведет намаз из его времени. То есть что это означает? Имеется ввиду, если человек будет удлинять намаз, совершая его в одиночестве, то удлинение намаза прекрасно. И это является одним из проявлений полноценности намаза. Но если это приведет к тому, что он выведет намаз из его времени, что он этим самым сделает? То есть достигнет вред, который невозможно исправить. И для того, чтобы этого вреда не достигнуть посредством желания блага, необходимо ограничить это благо вот этой вот границей. И указать то, что если человек читает намаз один, то пусть удлиняет его сколько хочет, но с одним условием, чтобы он не вывел намаз с его времени. Говорит четвертый полезный момент. Обязательность того, чтобы имам обращал внимание на то, что за ним стоят слабые люди. И те, у которых есть свои проблемы, которые необходимо решать. То, что нет ничего страшного, если имам удлиняет намаз. Если количество тех, которые за тобой, то есть за имамом, небольшое. И ты знаешь, что все они желают совершения намаза длинным образом. Говорит, в этом случае удлинять намаз нет ничего страшного. И шестой полезный момент. То, что человек, необходимый ему и должен он, облегчать людям дорогу добра. И сделать так, чтобы дорога добра оказалась любимой для людей. И чтобы они стремились к добру. Потому что это из привлечения сердец людей к исламу. И одно из проявлений хорошего призыва к религии ислам. И действительно так. Если человек делает призыв. Или является имамом какой-то мечети. Необходимо обращать внимание на все эти факторы. То есть, сунна это такая вещь. Которая пророк, саллаллаху алисаляму, установил в ней. То, что человек смотрит на тех людей, среди которых он находится. Если перед ним люди неграмотные. Которые не знают из религии ничего. Или люди, которым тяжело поклонение. То необходимо стараться что сделать? Угодить им в той мере, чтобы это не противоречило шариату. И чтобы это стало причиной любви этих людей к поклонению. И чтобы далее они воспитывались твоим призывом больше и больше. И не пройдет год и два, как эти люди станут из тех, которые будут с любовью совершать это поклонение. И с ними можно будет удлинять намаз до определенной степени. Однако это не означает то, что человек должен делать пославление в религии так, что это противоречит религии. Это тоже неправильно. Некоторые говорят, мы призываем потихоньку, потихоньку. И это его потихоньку длится 10 лет, 15 лет на одном и том же состоянии. То есть люди как были, грешники люди как были, не любящие поклонения. Люди как были, в плохом состоянии так и остаются. Так или нет. Когда человеку задаешь вопрос, вопрос говорит, я призываю людей потихоньку, потихоньку. То есть понятие потихоньку у него есть свои границы. То есть чтобы человек не чрезмерствовал ни в эту сторону, ни в другую. Второй тоже касается. Второй тоже касается. То есть если человек совершал намаз, допустим, и привык совершать намаз, читая 10 джузов, или 8 джузов, или 7 джузов, или больше этого, или меньше этого, а затем приходит в деревню, где люди не читают даже одного джуза. И для них прочитать хулия юганка ферун в одном ракаате уже считается длинным. То не будет правильно для него приходить и совершать с ними намаз аравиев 5 джузов. Субханакаллаху, махамдик, аж до онлайн, или он истагфираллаху, а тубу или. Продолжение следует...